Да, предупредила. Отлично. Все, мы запись уже активировали. Гульнас, хочу еще раз поздравить вас, во-первых, с защитой вашего проекта, в соцзащите, с окончанием нашего курса. Сейчас мы вспомним немножко, как это все было, чтобы вы подвели еще раз итоги, потому что быстро все забывается. Хочется вам напомнить, какая вы большая молодец. Спасибо большое. Вы выросли еще больше, да? Поэтому давайте с самого начала. Ваше имя, фамилия, возраст, какой город и состав семьи? Каримова Гульнас Альфарисовна, 32 года. Я многодетная мама, у меня трое несовершеннолетних детей. Проживаю в городе Чайковский, Пермский край. Трое детей кто? Какой возраст у детей? Девочка девять лет, мальчик четыре года и девочке, ну, три года, можно сказать. Скоро уже будет. Четыре и три. Так, второй мальчик и девочка, да? Да. Прекрасно. Видите, вся вы прям в энергичном темпе. Все нужно делать. Хорошо. Откуда возникла идея заняться швейным бизнесом? Ну, я уже с детства хотела, ну, умела шить, то есть любила шить. Я раньше даже не училась еще, переделывала одежды какие-то из старых простыней, пыталась что-то хотя бы сделать. Потом, благодаря родителям, я отучилась на моделер-конструктор. И потом закончила высшее образование на художника-стилиста. Но по профессии я не работала. После окончания высшего образования пошла работать в магазин Штор. Там я проработала всего два месяца. И так получилось, что мой будущий муж увез меня жить в Москву. Там в Москве я работала флористом, потом сюда переехали, обратно в мой родной город. И как-то, когда была в декрете, уже во втором декрете, я шила. То есть я поняла, что вещи дорогие, и что-то мне нравится шить, поэтому я шила для себя, для семьи и уже для детей. Потом шила-шила, вкладывала все в соцсети, и мои знакомые начали спрашивать. О, ты шьешь, а сделай там нам, угороди брючки, а ты можешь там нам платьишко шить или юбочку. То есть знакомые начали просить им шить. И вот так постепенно-постепенно, получается, уже четыре года я работаю дома. Потом нашла обучение именно Золотого Портнова. Так, подождите, мы не в монологии. Я не спросила, один единственный вопрос, у нас их почти 20 с лишним. А вы тут мне сразу все решили ответить. Нет. Хорошо, четыре года работаете на дому. Какие мечты связаны со швейным бизнесом у вас? Открыть свое производство, хотя бы иметь свое помещение, где я уже буду не дома находиться, а спокойно работать там. То есть я работаю там, а дома, ну, как дома. Отдыхаю. Да, как нормальные люди. Ну, то есть это единственная мечта, то есть чтобы не дома работать, а где-то извне? Или все-таки есть еще что-то? Мечта, ну, шить, шить. Я люблю шить, поэтому хочу, ну, да, приносить людям радость, то есть и сделать для них какое-то приятное то, что я умею делать. Нет, не бесплатно. Так все-таки давайте сформируем. Мечта-то у вас какая от швейного бизнеса? Какие вот связаны с этим мечтой? Уйти из дома, заниматься... Открыть свое производство. Прибыльное? Да. Конечно, чтобы было прибыльное, чтобы я могла обеспечить свою семью, чтобы мы купили хорошую машину, чтобы могли ездить с детьми уже не по Атласу смотреть города, не по картинкам в интернете, а вживую могла показать своим детям прекрасную нашу Россию, нашей страну. И не только нашей страны. Видите сразу, как мечты заиграли, да? Да. Уйти из дома. Это вообще не надо побежать, как иди из дома. Здорово. Какая реакция семьи на вашу идею развиваться в швейном направлении? Ну, конечно, они меня поддержали, меня муж поддерживает, говорит, да, давай, делай, что нужно там, я тебе помогу. Ну и семья, дети, они, конечно, хоть и не понимают, но когда я говорю, что я работаю, они как бы меня не трогают. Тоже даю понять, что я стараюсь как бы для всех нас, не только для себя, но и для них. А муж у вас в сфере какой работает? Он предприниматель или чем-то каким-то конкретным делом занимает? Нет, он не предприниматель, он вообще сейчас работает водителем в такси. Ну, отлично. Он тоже любит водить, работает именно с вождением, то есть любит, у него вот эта любовь к вождению, то есть к машинам. Ну, у меня тоже муж водитель, так что я прекрасно вас понимаю. Хорошо. С какой ситуацией пришли на курс и какой доход вот у вас был? Вы говорите, 4 года я уже занимаюсь, работая на дому, да? Какой в месяц доход у вас приносило ваше дело? Ну, там совсем мало. Иногда вообще не было до 5000 рублей точно. То есть это, ну, так, на любителя. В основном я сшила для себя, для своей семьи. Как бы люди видели, но они почему-то, не знаю, то ли боялись, то ли как. Ну, смотрите, так как вы сшили для семьи, вот принято, да, правильно считать. То есть если вы сшили для семьи, вы тоже должны посчитать это как прибыль в семью, да? Какие бы вы деньги потратили, купив эту вещь. Так вот, если суммируя, к примеру, в месяц, ну, понятно, что вы не каждый месяц даже в семье, наверное, шили, да? Ну, где-то 5000 вы зарабатывали на знакомых, можно сказать, да? Особо не распространялись. То есть 4 года упражнялись для себя и для друзей. Да, опыта нарабатывалась с людьми на сообщениях. Я понимаю, если в сумме где-то 5000 выходило, то за работу брали копейки. Да, верно. Тогда не умела считать. Не теряла свой труд. Да. Хорошо, ясно. Был ли опыт обучения онлайн, через онлайн, да? Если был, то чему именно вы учились? Именно по швейному делу? Нет, не училась. Нет, вообще чему-либо учились по онлайн? А, да, училась. Я училась продажа товаров из Китая. Я тоже пробовала, пришла, как бы попробовала, купила товар в Китае. В итоге продала здесь, да. Но почему-то продажа, это как-то оказалось, что это не мое. Потом случайным образом наткнулась на другое золотое обучение. Хорошо. Как пробовали решать вот свои, какие проблемы, да, вот вас побудили искать? Курсы по теме швейного бизнеса, да, и как пробовали их решать? До того, как пришли к нам. Как-то даже сказать. Ну, я захотела чего-то большего. То есть я захотела иметь свое помещение, то есть открыть какое-то, может, отелье тогда, или магазин тканей, или магазин тканей. А вот эта вот идея к вам пришла на каком этапе? Вот после товаров с Китая, либо еще что-то, как вот вы к этому пришли? Вы говорите, товар из Китая, поняла, что не мое. Товаром из Китая я занималась года два назад. Даже три, может. Вот, а именно то, что по швейному делу я полгода назад, получается, захотела. Как раз-таки вот наткнулась. Ну, я год работала уже, получается, в том направлении, в котором написала бизнес-план, и который хочу сейчас открыть производство. Наверное, я вот полгода проработала с этим делом, поняла, что это дома грязно, это дома неудобно, надо больше места. И вот начала искать какие-то варианты. Ну, вот как раз-таки, да, вот мы выясняем, какие проблемы. То есть вы дома попробовали грязно, неудобно, да, там много чего не знаете, что нужно сделать для того, чтобы выйти. Как-то пробовали решать их эти проблемы до того, как к нам пришли. Вот полгода назад вы занялись вот этим вот своим, можно сказать, проектом, да, который задумали реализовать дома. Вот, и как-то вы пробовали искать по теме вопросы, где там найти их и так далее. Да, я просила знакомого найти мне инвестора, чтобы, допустим, купить вот этот презент, он был дорогой, и шить уже здесь, ну, начать уже пробовать делать. В итоге, чтобы работать с инвестором, мне сказали, тебе все равно нужен бизнес-план. Я начала пытаться делать этот бизнес-план, выискала какое-то обучение или что-то такое подобное, как писать бизнес-план. Но все-таки я нашла денег и купила сама презент, попробовала это, ну, и поняла, что да, это как бы люди спрашивают, и нужно расширять помещение и эти клиенты. То есть, можно и без инвестора обойтись, да, но нужно... Да, 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 да. Хорошо. То есть, ну, попробовать попробовали, но эффективность поняли, что неэффективна, да? Почему купили курс? Потому что меня заинтересовало то, что можно получить субсидию от государства, что я смогу уже, ну, открыть свое производство. То есть, меня вот это больше всего зацепило, зацепило то, что моя мечта открыть производство. Тут как бы государство, от государства можно получить субсидию, и я смогу открыть свое дело, да? Вот. Ну, и те уроки, получается, которые были, как писать бизнес-план, это тоже для меня было важно, и как вообще вести предпринимательскую деятельность, потому что я ни разу не была им, и было, ну, вот, получается, наткнулось, и стало все полезно и очень нужно. Я поняла. Смотрите, как долго за нами наблюдали, то есть, ну, после вебинара, который вы первый вебинар посетили, вы сразу приняли решение о покупке или наблюдали за нами какое-то время, что-то там еще думали? Я, когда увидела рекламу, я сразу же зарегистрировалась. То есть, с первого раза я почитала сначала, что там будет рассказывать Ирина Артамонова. Вот, потом зарегистрировалась, пошла на вебинар, посмотрела, все послушала внимательно. Потом увидела цену, сказала, да нет, да какие за такие деньги, нет, я не пойду, для меня это дорого. Откуда я возьму столько денег? Нет. И в итоге мне все равно потом позвонил менеджер, не помню, как звали менеджера, и я сказала то, что я хочу, вот именно тогда я говорила, что я хочу открыть несколько направлений, это и магазин, допустим, тканей там, и ателье тут же, и, может, онлайн-ателье. И мне менеджер сказала, что это действительно то, но обучение даст вам это, то есть вы сможете научиться этому, также про субсидию, вот, и то, что мне разрешили взять в рассрочку, в кредит, вот это обучение. Я, конечно, согласилась. Потом я два дня или неделю себя терзала, да как-то, я не смогу столько, откуда я заработаю, у меня даже сейчас заказов нету, да как я буду платить? Потом себя успокоила, что если я это сделала, значит, это не случайно, значит, я смогу. Поэтому я с каждым днем выполняла уже обучение, все делала, внимательно все слушала, впитывала информацию. Подождите, подождите, вот у нас, смотрите, да, получается, ну, с помощью консультации менеджера, да, вы пришли к покупке, ну, то есть быстро, после первого звонка, получается, так? Угу. Вот, оформили рассрочку и испугались. Да, потому что мне одобрили. Потому что вам одобрили. И испугались, что вот ответственность, да, на себя возьмете, а вдруг что-то не получится. То есть, ну, были страхи у вас, да? Да, очень сильные. Вот, это очень круто, что вы сейчас прям поделились, ими я же прям аж прочувствовала вот этот вот наш страх. Раз мы забудем пока про него, потом мы, возможно, к нему вернемся. Какая главная цель вот у вас была на курс, вот вы уже пошли, все, какая главная цель, какую главную цель ставили себе на курс? Получить максимальную информацию, что вы можете мне дать. То есть, я все записывала, я все выполняла вовремя, чтобы вот эти все бонусы получить, все уроки вовремя выполнить. Все домашние задания, как вы говорили, я пыталась сделать все, ну, досконально, потому что я хотела получить максимально. Я понимала, если я не буду делать, то у меня ничего не получится. Поэтому я отнеслась очень серьезно. Деньги я потратила зря. Да. Да, то есть, если я заплатила, значит, я должна получить все, что возможно. Ваш вот этот вот страх, который, да, вдруг что-то у меня не получится, то есть, да, заставил вас еще больше, скажем, обращать внимание на материалы и практику курса для того, чтобы все изучить досконально, да? Да. Ну, после первого шага у меня страх уже прошел. То есть, я поняла, что, да, интересно, я смогу. Дальше работаем. Ну, а на первом шаге-то, в принципе, что мы делали? Анализ рынка и аватар клиента. Ну, я имею в виду то, что я оплатить не смогу. Как бы я уже, все, назад пути просто дальше не было. Ну, то есть, начали, когда обучаться, увидели, что программа не просто так поговорить, пошутить, да, а именно конкретные шаги. Как изыскивали средства, то есть, из каких ресурсов вы находили средства, ну, и для оплаты обучения, как говорится? Ну, работала, пыталась брать заказы, то есть, сейчас уже не отказывала людям, а даже по мелочи, по мелочи собирала. Вот, ну, и немножко способия, конечно, вдергивала. Ну, получается, вот смотрите, в момент обучения из пяти тысяч, которые вы, как бы говорите, зарабатывали, увеличился ли доход ваш? Да, увеличился. Ну, приблизительно сколько он стал? У меня были большие заказы на именно вот этот презент тогда, да. Ну, где-то на 10 тысяч. Ну, на 10, ну, еще плюс на 10 тысяч, да, увеличился. Ну, то есть, вы поставили себе, можно сказать, рамку такую, чтобы заработать на рассрочку, грубо говоря. Нет, я даже не ставила такую, по такую цель. То есть, я знала, что все равно я заработаю, я найду. Я как-то заранее даже откладывала, может, эти денежки. То есть, у меня были, я откладываю. Угу, отлично. Хорошо. Какой проект на курсе прорабатывали? Что за проект у вас? Шичье, шторы из брезента. Это прорабатывала. Вот, были, конечно, другие идеи, но я почему-то остановилась на этом, потому что у меня есть опыт, и хочется дальше вот с этим работать. Ну, вот, хотите производство, да, с ним запустить? Угу. Хорошо. Что делали, что помогло приблизиться к цели, да, вот, что такого вы делали на курсе, что вам прям стало уже все понятно? Все понятно. Ну, я хотела субсидию получить. Я хотела написать конкретно бизнес-план. Вот. На курсе этого не давали, потому что говорили, что соцзащита дает именно образец этого бизнес-плана. Ну, я и сходила в соцзащиту, а они меня отправили еще на другое обучение, которое было обязательное условие для соцзащиты. Ну, у них, естественно, там всегда, они не выдают субсидии никому. Что вы на курсе делали, да, вы же не просто так вот пришли, первый шаг прошли и закончили обучение. Какие шаги вы делали, чтобы понимание пришло-то, что за бизнес вы строите, как с ним быть, к чему вы теперь готовы? Анализ конкурентов, анализ конкурентов у меня толчок дал. Чтобы про своих конкурентов поняли. Есть ли у вас конкуренты? Вот. Ну, аватар, я аватар, то клиенты, целевой аудитории я уже знала, для кого буду делать. Помещение, также, какое будет мое дальнейшее помещение. Прайс-лист, что еще там, зарплата сотрудника для меня тоже была интересная тема. Именно, как считать зарплату, своей работе час. Как стоимость услуги посчитать, проходили? Да. С чего складываете вообще ваша услуга? Как деньги будете брать? Реклама, аренда, амортизация, оборудование. Уже от всего этого, от зарплаты. Формулу мы здесь не раскладываем. Мы спрашиваем. Ясно теперь вам, как это все, из чего это состоит? Вот это я пытаюсь, Влад. Скажем, чтобы вы вспомнили, что вам стало ясно про ваш бизнес. Не просто субсидию получить, да? А вы весь по косточкам свой бизнес прощупали. Получилось составить ваш бизнес-план не для субсидий, а настоящий бизнес-план, который будет вам приносить прибыль. На какой уровень дохода вы его считали? Что-то зависло. На какой уровень дохода вы считали свой бизнес-план? Что-то все зависло. Так, видно, слышно? Да. Все хорошо теперь. На какой уровень дохода вы считали свой бизнес-план на курсе? Не для субсидий, а для конкретной реализации вашего бизнес-плана. Какой уровень дохода вы хотите вычислить? На 150 тысяч рублей в месяц. Это чистой прибыли, не оборот, а чистой прибыли, правильно? Да. Отлично. Что помогло больше всего приблизиться к этому плану? Что помогало-то вам на курсе? Ну, что там... Все постепенно, все эти шаги, которые мы выполняли. Не знаю, может, недопоняла вопрос ваш, Ирина. Из чего вот состоял курс? Вы сама по себе просто там учились? Или как вообще все проходило? Опять зависает. Вы меня слышите? Ну, да, я слышу. Сейчас слышу. Как проходило обучение? Да, хотите узнать или что? Ну, смотрите, обучение построено каким-то образом, да? Вот, которое помогало вам дойти до конца, да? Что-то обсуждать с кем-то? Или вы просто сама по себе вот зашли, посмотрели видео, уроки, вышли, сделали задание и все? Ну, получается, да, я сама по себе, ну, в чате общалась, спрашивали, читала чаты, как-то себе какие-то пометки брала, заметки делала. А так я особо не распространяла то, что я хочу открыть свое дело и где-то я обучаюсь. Я с ним писала, конечно, когда задание было, ну, а так даже с родителями, ни с сестрой, ни с подругами я это не обсуждала. Почему? Потому что счастье любит тишину, как говорится, да? Обычно, когда я что-то рассказываю, оно не получается. А тут я решила не говорить, а сказать уже тогда, когда у меня будет какой-то результат. Кто у вас был куратор на курсе? Куратор был? Анна Ращепкина. Ну, она задание ваше проверяла, как-то комментировала их, задавала вопросы. Да, она комментировала, я отвечала. Я писала ей что-то, если у меня что-то было непонятно. Ну, то есть помогала она вам во время прохождения? Да, помогала. Ну, вот вы понимаете, о чем я говорю, да? Что, то есть вы же не просто сами пришли себе, видео посмотрели, получили сертификат и ушли дальше по своим делам. На Zoom встречах вы присутствовали? Да, присутствовала, только на двух не присутствовала, потому что мы уезжали. А так я старалась быть. Ну, они вам как-то тоже помогали или? Да, помогали, девочки делились там своим опытом, рассказывали что-то о себе, как они, что они. Помогала, да. У меня тоже, я недавно вот перед защитой бюджетного плана, в своей защите прочь, где я ставила звездочки, которые нюансы для себя. Вот, действительно, да, помогли они мне. Как сейчас обстоит ситуация, да, на каком вы этапе находитесь? На этапе я жду от со-защиты и уже буду, как сказать, покупать оборудование. Но я сегодня уже ходила, заказывала раскроемый стол, стеллажи и там все по мелочи. Вот, также на днях пойду уже смотреть помещение, которое мне тоже обещали показать, пока не можем никак с арендодателем связаться. Вот, и пойду помещение смотреть, там уже вперед и дальше. Планограмму-то составили уже, помещение вам дали уже, как вообще помещение находится, ну, в смысле, какое оно, чтобы вам планограмму посмотреть, как по вкусу было. Даже не дали мне еще, сколько, не сказать, ну, 60 квадратов будет, но не знаю, как выглядит, окно есть, там нету, как, вот, не знаю. Ну, так запросите. Пускай вам пришлют на почту, на WhatsApp, куда угодно. Важно же остановку сделать, правильно? Ну, пока арендодатель уехал из города. Ну, то есть вы защитили бизнес-план в соцзащите, да, уже покупаете оборудование, ну, в смысле, готовы покупать, тебе раскроенный стол уже заказали, да. Когда собираетесь открываться? В какое время? Через сколько? Через какой период? Ну, хотелось бы, чем раньше, тем лучше, но а так планирую, наверное, сколько, через неделю-две уже, ну, перейти на новое место. Таблицу по расходам ведете уже, у вас расходы уже начались? Честно, нет, но я, ну, потому что я еще деньги, как бы, не тратила, но таблица создана, этот файлик отдельно даже для чеков выделен, потому что соцзащита сказала, каждый месяц нужно будет отчитываться. Вот. Все в процессе. Ну, как вы считаете, курс окупил, потраченный время и деньги, теперь не страшно, что зря их потратили? Нет, даже не страшно, вообще нисколечки. Я благодарна именно за прохождение этого курса. Это то обучение, которое мне дали на соцзащите, это, можно сказать, что они вообще ничего не дали. Там половиной не было сказано то, что вы давали. И мне, то есть там, ну, был определенный образец, нужно было делать по образцу. Мне хотелось, конечно, добавить те нюансы, которые вы нам давали, но нельзя было, потому что есть определенный стандарт, поэтому пришлось поработать по стандарту. Ну, вам сразу сказали, что наш бизнес-план, он никак не калерируется с планом соцзащиты. С планом соцзащиты нам нужно показывать минимальный доход, то есть не такой, как здесь писали. Не который, как вы хотите получать. Смотрите, чтобы вам было еще гордость за себя разбирала, еще было приятнее, да, понимать. У нас сейчас на курсе учится девушка, которая перед тем, как прийти к нам, практически подписала договор для того, чтобы ей сделали анализ рынка про ее нишу. Да, слышу. Так вот, текущий договор для анализа рынка стоил 150 тысяч рублей. Просто анализ рынка, да, по текущей нишу. Какая ситуация сейчас на рынке по ее региону. Так вот, как вы думаете, теперь вот узнав такую информацию, купился ли ваш курс, когда вы составили анализ рынка? Ну, конечно, тут анализ рынка можно с вами сделать. По изучению всей ситуации. Ну, смотрите, мы вам желаем, во-первых, работать не просто, да, опять же, закрытыми глазами, открыться и начать работать, как многие совершают ошибку, да, а именно по той теории, которую и практику вы проходили на курсе, да, обязательно заполнять финансовые документы и все остальное прочее, для того, чтобы вы были не с закрытыми глазами, а с открытыми. Что можете пожелать тем, кто сейчас наблюдает за нами, думает идти в чем-то или не учиться? Ну, хочу пожелать то, что если вы один раз уже сюда пришли, значит, это не зря. Значит, нужно просто идти до конца и делать то, что просят, то, что нужно. И потом, даже если кажется, что это ерунда, что я сделаю потом, или для меня это неважно, неинтересно, все равно нужно сделать. Оно потом по чуть-чуть, по чуть-чуть собирается, и будет огромный результат. Пожелать успехов в начинаниях и никогда не останавливаться. А есть ли у вас какая-то своя фишка, которая помогает вам справляться с сомнениями и страхами? Вот вы говорите, я так испугалась, а потом в двух раз и страх улетучился. Что позволило вам это сделать? И, возможно, вы это постоянно делаете в своей жизни. Это мои дети, вот они рядом бегают. Ну, я готова для них работать днем и ночью, чтобы мои дети были счастливы, довольны, счастливы, успешны. И я хочу показать, что я вот тружусь, и чтобы они видели мое целеустремление, что я не останавливаюсь, я им объясняюсь, вот я не поработаю, я вам там не куплю. Они помогают мне. Мамыш, чем тебе помочь там? Я пойду с тобой на работу. Спасибо, Гульнас, за интересную беседу. Поэтому видео мы вам скинем обязательно. Пересмотрите, обратите внимание на то, что можно как раз-таки использовать тебе во благо. Успехов вам в вашем проекте, а мы всегда рядом. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Рада была с вами встретиться, увидеться, услышаться. Спасибо, Паук. Всего доброго. Доимна. Еще не раз увидимся и встретимся. До связи. Хорошо. До связи. До свидания.